Эта профессия по праву считается одной из самых сложных и опасных. У нее много названий. Сапер, взрывотехник, специалист по разминированию. В чрезвычайном ведомстве такого специалиста называют пиротехник. Это востребованная профессия в мирном Севастополе. Его земля помнит былые сражения и хранит проржавевшие от времени снаряды, бомбы и мины времен Великой Отечественной войны, которые спустя восемь десятков лет взрывоопасны и непредсказуемы. Очень много боеприпасов различных систем, не только периода Второй мировой войны, также попадаются и ядра периода Крымской войны, попадаются и бомбы мортирные, не так часто, но при производстве работ довольно-таки находят. Частично они опасны до сих пор. Ну и по Второй мировой, конечно, у нас довольно-таки много боеприпасов, потому что часть войск была румынская, и им поставляли боеприпасы практически всей Европы, немцы. Город у нас насыщен данными предметами, к сожалению. Ну, все знают историю города, у нас велась большая оборона, и недаром говорят историки, что количество металла, сброшенное на город, это можно покрыть город толщиной металлом. Поэтому этих предметов, к сожалению, еще очень много, работы у нас еще будет хватать. И ее действительно хватает. Нередко опасные находки обнаруживаются в самом центре города. Мы выезжали на панораме, 500-килограммовую бомбу при очистке территории панорамы, нашли буквально 200 метров от здания панорамы. И авиабомбу, слава богу, можно было транспортировать, ее со всеми мирами безопасности вывезли на полигон. Также при строительстве в улице Большой Морской в районе кинотеатра «Дружба» было обнаружено при откопке, при прокладке канализационных сооружений была обнаружена авиационная бомба 50-килограммовая. Она была вывезена на полигон и уничтожена. Не меньше взрывоопасных предметов хранит море. Только за прошлый год водолазы специализированного отряда подняли со дна бухты гильзовая более 4 тысяч боеприпасов. Работали наши специалисты и у берегов Новороссийска. Там обнаружили и обезвредили 122 взрывоопасных предмета. Подводные взрывные работы выполняют исключительно водолазы. Прошедшую подготовку водолаз-взрывник. Водолазов при выполнении взрывных работ должно быть не менее 5 человек. То есть определены у каждого какие-то задачи. Кто-то обеспечивает, кто-то производит работы, кто-то руководит, кто-то собирает заряд. Соответственно, все нормативные документы у нас прописаны, каким образом, кто как действует. Виктор Ильенко руководит отделением подводного разминирования специализированного отряда с 2008 года. На его счету более 20 тысяч уничтоженных взрывоопасных предметов. Удостоен государственной награды Российской Федерации – Ордена Мужества. В 2009 году была обнаружена немецкая мина типа ЛМВ-1000 на входе в Севастопольскую бухту на глубине 18 метров. Сложность заключалась в том, что эта мина оборудована множеством датчиков на ее неизвлечение или обезвреживание. И, соответственно, уничтожение этой мины на месте не позволялось возможным, потому что могли разрушить вход в бухту. И вот после таких работ меня удостоило наше государство данной наградой, чем я очень горжусь. Пиротехники специализированного отряда выполняют сложные задачи, требующие специальной подготовки и особенных личных качеств. Должен быть творческий подход, смекалка, довольно-таки хорошая память, потому что разные виды вооружения, ну, как бы надо большой объем информации держать в голове. Поэтому, как бы, отвага личная, потому что иногда приходится оперативно принимать решения, брать на себя ответственность, потому что, ну, от твоих решений зависит жизнь, здоровье, окружающих. Как бы, права на ошибку нету. Страх никуда не девается. Страх всегда присутствует. Единственное, просто основной момент, и, скажем так, его перебороть и сделать шаг. Мы все саперы, как у нас говорят, что если у тебя потерян страх, тебе надо уходить с профессии. Люди, теряя страх, теряют бдительность. Особую задачу в 2022 году сотрудники МЧС России по Севастополю выполняли в Луганской народной республике. Без малого 120 дней кропотливой работы. Более 186 обследованных гектаров территории. Свыше 26 тысяч обезвреженных боеприпасов. После того, как мы побывали в зоне специальной военной операции, я считаю, что у нас коллектив еще более сплотился. И мы действительно семья. Горжусь, что работаю в этом подразделении.